Юрий Борисович Левин Казалось бы, налаживаются дела в хозяйстве, но... Мы хотим строить, нам говорят, нет лимитов. Мы хотим приобретать высокопроизводительную технику. Нам говорят, у вас нет средств, по одежке протягивайте ножки. Львиную долю своей энергии и трудового времени я затрачиваю на то, чтобы убедить руководителей районного агропромышленного объединения, областного, в необходимости решения тех наболевших вопросов, которые встали перед хозяйством, для того, чтобы как можно быстрее поднять и вывести хозяйство из того прорыва, в котором оно оказалось. Председатель-то ваш не протянет долго, не выдержит, уж больно все один тянет. Мы даже боимся, что он заболеет у нас и вообще останемся без этого председателя. Дальше может еще хуже пойти. Колхоз-то должноват порядочно, а надо как-то вылазить из этого долга. Надо тянуть хозяйство, а без его нам будет плохо. Вот за всякую мелочь все ему приходится. Все приходится он. Вот попроще, что скажешь, Юрий Борисович, вот это, вот это. Ну почему остальные-то? Ну почему? У нас есть зоотехник, есть заместители. Все, но как-то плохо. И на них не слушаются, боятся председателя одного. Не палатка какая на ферме. Скажешь за техниками, бригадиром, это надо неделю целую ждать. Стой, Юрий Борисович, появится. Все, всех найдет, все сразу сделано. Прикажут, что было все не сделано, и сделают. А так, как какие-то все из-под палки. Да, такая вот история. Есть о чем задуматься всем ее участникам. И руководителям местного агропрома. И секретарю партийной организации колхоза. И колхозным специалистам. Ведь все эти люди живут на одной земле. Занимаются одним делом. И отношение к своему делу, к земле, должно быть у них одно. Хозяйское. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok